Скандал в Петербурге. Русский музей захватил картину Карла Брюлова из частной коллекции. Владелец обвиняет дирекцию музея в Рейберском захвате, а ФСБ, в свою очередь, завело на коллекционера уголовное дело. Александр Певзнер, законный владелец картины Брюлова, Христос в огробе, обвиняется в контрабанде. Районный суд решил, что уголовное дело в отношении господина Певзнера заведено по закону, и коллекционера можно обвинить в контрабанде. Адвокаты требуют пересмотреть это решение и вернуть изъятую картину. Сначала руководство музея пыталось уговорить владельца продать картину в музей. Потом в дело вмешались следователи ФСБ. Якобы Певзнер провез Брюлова незаконно, а следовательно, он контрабандист. Как рассказали нам в пресс-службе у ФСБ по Санкт-Петербургу, дело это раздуто, картина находится в прекрасном состоянии, и журналисты имели возможность убедиться в этом в прошлом мае на специальной пресс-конференции. Тем временем, как это, собственно, часто повелось в последнее время, Певзнер разместил у себя в живом журнале открытое письмо, как и водится теперь директор русского музея Владимиру Гусеву, и в нем Певзнер задает ряд вопросов. В частности, почему музей говорит журналистам, что картина не разрушается, и если это так, зачем музей и спросил, в кавычках, как дозволение у ФСБ на реставрацию за спиной у него, у собственника картины. Картина при этом нуждается в срочной реставрации, иначе она может погибнуть, рассказал нам сам господин Певзнер. С моей точки зрения, это, конечно, не что иное, как рейдерский захват и глумление над выдающимся произведением русского искусства. По стороне следственных служб и музея. С точки зрения состояния картины, картина была залита водой предыдущего владельца, которого купил. Значит, картина зажата между двумя стеклами, и, соответственно, от воды там образовалась плесень. Плесень, как известно, являет страшнейшим врагом живописи. Она нуждалась, по свидетельству реставраторов русского музея, срочно реставрация еще 7,5 лет назад. В результате вещественные доказательства невозможно реставрировать. Ну и, соответственно, русский музей подыгрывает следственным службам и пишет им всякие противоречивые письма, позорящие русский музей. То, что она разрушается, то потом, через пару лет, что она в прекрасном состоянии. Карл Брюлов написал это полотно в 40-е годы 19 века для домовой церкви графа Адлерберга. В 1935 году она поступила в русский православный храм в Брюсселе. Там в 2002 году ее и нашел Александр Певзнер. Поскольку авторство Брюлова было под вопросом, а картина в плохом состоянии, коллекционер решил обратиться в русский музей. Во-первых, чтобы там провели экспертизу, а во-вторых, чтобы полотно, наконец, отреставрировали. Крайне увлекательная история. И у нас в гостях, как мы уже сказали, Анна Ставицкая, адвокат, представляющий интересы господина Певзнера. Итак. Анна, такая запутанная история. Расскажите. В принципе, в ней я не сказала бы, чтобы было много чего запутанного. Достаточно все ясно и понятно. Я просто долго не буду рассказывать про всю эту историю, потому как мало времени. Времени, а просто расскажу, почему она возникла. Как вы совершенно справедливо сказали, мой подзащитный Александр Певзнер обнаружил эту картину. Он не знал, действительно ли это Карл Брюлов или это не Карл Брюлов, потому что если это Карл Брюлов... С атрибуции не было. Да, то, соответственно, это очень большая стоимость картины. Если не Карл Брюлов, то цена три копейки. И поэтому, так как у него, в принципе, достаточно постоянное отношение с Русским музеем, он очень много картин возил в Русский музей таким же образом для проведения экспертизы, то и эту картину он также повез в Русский музей. Как только Русский музей провел экспертизу и установил, что это действительно подлинник Карла Брюлова, то буквально через несколько дней было возбуждено уголовное дело по факту контрабанды. А предложение не поступало о продаже картины? Предложение вы имеете в виду от самого Певзнера, потому как следствие считает, что Певзнер незаконно ввез на территорию Российской Федерации эту картину и задекларировал ее в режиме временного ввоза, а сам хотел ее продать. И вот то обстоятельство, что он задекларировал в режиме временного ввоза, а сам хотел продать, это следствие и считает нарушением закона. То есть следственные органы, они фактически внедрились в мозг, получается, Певзнеру, потому как судят, привлекают его к ответственности за намерение. То есть они полагают, что он хотел продать, но каких-либо доказательств этому у них нет. Я не буду вдаваться в какие-то юридические тонкости, потому как они достаточно сложны. Я могу лишь для красноречивости просто процитировать письмо Русского музея, которое было датировано 2005 годом. Мы пытались сегодня, кстати, получить комментарий Русского музея, но, увы, нам это не удалось. Ну вот это официальное письмо подписано и о директора Русского музея и Карловым. И в этом письме написано следующее. Это письмо было датировано 7 февраля 2005 года. Это к тому, что, как пояснил Русский музей, вот сейчас, когда они в мае показывали журналистам эту картину, и якобы эта картина находится в прекрасном состоянии. Сейчас у нас на дворе 2010 год, а вот 2005 год и Карлов пишет. Я бы хотел, извините, я вас буквально чуть-чуть прерву, я бы хотел Аню к нашему разговору тоже, если можно, подключить. Ань, скажи, насколько эта история с... Вот, собственно, то, как ведет русский музей. Если я не процитирую это письмо, то тогда нет смысла дальше продолжать, потому что это, в принципе, сама дискуссия будет бессмысленной. Русский музей говорит о том, что эта картина, она составляет исключительно художественную ценность. И на 2005 год состояние этой картины вызывает у наблюдающих за ее сохранностью музейных специалистов серьезную обеспокоенность, потому как происходит выпорашивание авторского красочного слоя. Далее Карлов пишет о том, что в Государственном русском музее есть профильная научно-реставрационная база, и художники-реставраторы высокой квалификации. Картина должна быть отреставрирована в ближайшее время, но без официального определения ее юридического статуса это не представляется возможным. В связи с этим просим вас ускорить сроки расследования соответствующего дела. Также подтверждаем, что заинтересованы в поступлении картины Карла Брилова «Христос в огробе» фонды Государственного русского музея на постоянное хранение. Что сейчас? Пять лет? Где находится картина? Картина находится в русском музее. Состояние картины? Ее отреставрировали? В настоящее время никто не знает, что с картиной, потому как на 2005 год, как пишет представитель русского музея, ужасающее состояние картины. Я не думаю, что эта картина является шагреневой кожей, она сама по себе восстанавливается. Я думаю, что она разрушается. И не растягивается. А скажите, пожалуйста, а какие доказательства в том, что это рейдерский захват русским музеем? Кроме их желания иметь эту работу в своей коллекции не во владении музея, а на хранении? То есть, как часто коллекционеры или наследники дают, собственно, картину в музее, чтобы она находилась, просто выставлялась. Я не люблю вот эти клишеи, рейдерский захват, не рейдерский захват. Я лишь как юрист константирую факт. Человек ввез картину, которую приобрел на законных основаниях на территории Российской Федерации. Вез законно и вез ее так, как возил неоднократно и достаточно большое количество картин. Как только было установлено, что это картина подлинни Карла Брилова, и как только было установлено, что картина составляет высокую художественную ценность, тут же было возбуждено уголовное дело, картина была изъята, а русский музей пишет в ФСБ, не стесняясь, дайте нам эту картину на постоянное хранение. Я не думаю, что вам бы очень понравилось, если бы к вам пришел домой, представитель, русского музея и забрал себе какую-нибудь вещь, потому как ему это очень понравилось, и сказал, ой, вы извините, нам так это нравится, давайте мы ее оставим в русском музее на постоянное хранение, потому как другие люди тоже хотят это посмотреть. Вот и все. У нас действительно запутанная история, но в данном случае мы понимаем, что основные, по вашему мнению, основные инициаторы это все-таки русский музей. Я не знаю, я знаю, что возбуждено дело органами ФСБ, а русский музей хочет эту картину на постоянное хранение. А кто является инициатором, это не неведомо. Должны выяснять другие органы. Понятно, спасибо большое.